Алло. Алло. Здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. Слышу вас. Меня тут Карева Светлана Владимировна. Я звоню из банка Траспаула. Ирина Васильевна знакома вам? Да, конечно, знакома. Знакома, душа моя Ирина Васильевна. А? Конечно, знакома, знакома. Сестрица. А мне информацию могли бы передать, чтобы она стояла связалась? А что за информацию, скажите, пожалуйста, барышня? Чтобы она перезвонила в банк Трасп. О, понятное дело. Знаете, я прилетел специально помочь ей. Я знаю, что у нее есть проблемы с финансовым. Она меня пригласила. Говорит, Адольф, прилетай, пожалуйста. В общем, я вас слушаю. Я все равно буду все это решать за нее. Я не могу вам продоставить данную информацию. Непосредственно только Ирина Васильевна Малой. Ну, что же это ваша беда получается в этом случае? Она просто, понимаете, она написала мне довезенность нотариальную. Сказала, Герпец, будь любезен, пожалуйста, ищи мои проблемы. Я не знаю, как это делать. И сказал, даже трубку брать не буду. Вот она шла сейчас за кефиром в магазин. Трубку я взял. Я знаю, что не только вы звоните. Почему-то другие банки совершенно отчетливо, спокойно осознают, что можно общаться с третьим лицом на основании доверенности, ну, и на основании даже устной доверенности, если я вам заявляю, что человек передал мне эти полномочия. Ну, хорошо. Вы доверены, что банк относили, нет? А, нет. Зачем? Вы же поймите одну простую вещь. Нам от вас ничего не нужно. Это раз. Во-вторых, банк, это раз, это я изучил внимательный вопрос, находится в стадии эстонации. Это два. Какие-то там, собственно говоря, шаги делать в сторону банка мы не намерены. Это три. Если банку что-то от нас нужно, он просто пускай подает в суд. Это четыре. И дальше уже по вашим фантазиям. Это, если хотите, пять. А зачем подавать в суд? Вы же можете добровольно оплачивать. А как? Подождите. То есть вы утверждаете, что через суд это не добровольно, это какое-то насилие над гражданином? Так нет, на мой взгляд, это как раз в суде самая справедливая ситуация. Ситуация может решиться в самом справедливом ключе. А вот так вы можете пересчитать любого и каждого, надеясь на юридическую некомпетенцию, безграмотность населения. Поэтому будьте любезны, если вас что-то не устраивает, вы в нашем случае пострадавшая сторона, банк пострадавшая сторона, ни в коем случае не мы. Мы не обязаны там свою виновность, невиновность доказывать, какие-то документы вам носить. И вы мне звоните. Я не знаю, кто со мной разговаривает. При всем уважении к вашему прекрасному и милому голосу. И бежать, сломя голову, нести в банк что-то, чтобы вдруг банку потом было возможно с нами разговаривать. Не звоните, не разговаривайте. Впереди общаться с вами буду только я. Буду в тюбку поднимать только я. Сделайте свои необходимые пометки, что теперь с вами будет вести переговоры от имени вашего клиента Гербес Адольфович меня зовут. Как еще раз? Гербес Адольфович. Будьте любезны. Да. Хорошо информацию зафиксировал, но после того, что у него уже договор имеется в наш банке, и по договору... Совершенно верно. Совершенно верно. Договор противоречит во многих пунктах действующему законодательству. Составлен, скажем так, с нарушениями. И в суде, я так подозреваю, он будет... Он получит статус незаключенного, либо будет расторгнут по инициативе нашей. Но это в том случае, если вы в суд подойдите. Наверняка вы в суд подавать не будете. Вот это банк ТРАСТ, еще раз вам повторю, если вы не знаете, барышня, находится в стадии санации. Санация, это как у зубного доктора. Санировать, вырывать, удалять, ликвидировать, если хотите. А не будет суд подавать. Нет, у него сейчас не функции таких, не возможности, не полномочий. И вы, говоря, что вы сотрудник банка ТРАСТ, очень сильно лукавите. И я подозреваю, что вы самоистите не знаете всего происходящего. Банк ТРАСТ – это не российская структура, а структура полностью с иностранным капиталом. Очень много вопросов у центра банка в сторону банка ТРАСТ в связи с рискованной кредитной политикой, проводимой ими перед тем, как они медным тазом накрылись. Ну, это все я изучил любой из вас, вот эти вот сотрудники колл-центра тоже. Если вы наберетесь хоть немножечко ума, возьмите в интернете, почитайте, на кого вы работаете. Это издыхающий организм, который до такой степени привык, извините за выражение, пожирать чужие средства, что даже подыхая продолжает это делать с вашей помощью. Но она бесполезна, ваша помощь в нашем случае уж точно. Так вот, еще раз повторяю, Герпес Адольфович со всей ответственностью заявляет, если у этого издыхающего организма есть какие-то пожелания, либо претензии, будьте любезны, ползите в суд. Прямо так вот, на карачках, как угодно. Но организм до такой степени уже изжил себя, что он даже на это не способен. У вас уже даже нет возможности переваривать те деньги, которые будут оплачивать. И я очень сильно сомневаюсь, что вы из Трастра. Вы, скорее всего, коллектор, который решил, что можно так сказать, потому что проверить невозможно. А почему с 915 звоночек набирается? 230-й федеральный закон, который вступил с 1 января в силу, запрещает вам звонить с неустановленных номеров. Алло. Оно все такое. 8 915. Хоть на одном сайте банка Траст фигурирует данный конкретный номер? Не фигурирует, да, видите? У нас отдельно. Русская там колл-центр, да? Да, IP-телефония, что категорически запрещено теперь на основании 230-го федерального закона. Пользоваться услугами IP-телефонии. Либо вы должны в настройках указывать четко, конкретно, чтобы у клиента был входящий номер опознаваем. Почитайте, барышня, почитайте что-нибудь, кроме инструкций, которые вам дают ваши работодатели. И тогда вам не будет стыдно за свое рабочее место. Я поняла все информацию. Ну вот вам в пух и прах герпес Адольфович разбил вот эту вот неумеху, бедняжку, которой даже не было слов. Но что-то сказать. Она хоть здесь не проявляла рвения, как многие ей подобные коллеги, да. А молча слушала и, как говорится, более или менее достойно выглядела, если это можно эксплуатировать в этом формате. Честное слово, ничего не изменилось. Ну, в принципе, нас это не пугает. Посмотрим, что будет дальше. Для тех, кто хочет все-таки остановить беспредел вот этих вот поборов и банковских структур. Пожалуйста, в описании видео ссылочка на наш вебинар, который в самое ближайшее время состоится. Пожалуйста, ссылочка на наш сайт официально, где есть видео для тех, кто хочет узнать, сколько наши услуги стоят. Пожалуйста, посмотрите видео, там все по полочкам разложено. Если уж вы хотите разобраться со всем, хотите обратиться за помощью юристов, начните с того, что посмотрите, как устроена работа нас, наших юристов. Потом уже оставляйте заявочку на звонок нашего специалиста. И, конечно же, мы вам перезвоним и все, естественно, расскажем, подскажем и ответим на все ваши оставшиеся вопросы. Ну и группа ВКонтакте для вас, пожалуйста, оставляйте, подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Будет нам счастье и финансовое благополучие. На связи был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания «Алян». До свидания.